Что касаемо ОСББ, то мы должны понимать, что спивластники и неплатильщики, они тоже спивластники и они члены нашей организации. И мы не должны с ними бороться, а мы с ними должны работать. И если наши спивластники попадают в какую-либо халепу или в какую-нибудь неудобную ситуацию, то главное его не задушить, не задавить, а помочь ему из этой ситуации выйти. Поэтому роль здесь отводится огромная именно громаде дома многоквартирного в виде ОСББ, которое должно создать такие условия, чтобы спивластник многоквартирного дома жил комфортно или принял решение относительно своей заборгованности. А это именно или вовремя платил, или заключил договор экстрактуризации, или отработал какие-то работы в многоквартирном доме. Но если у него там не получается, в принципе, тогда уже каким-либо способом разрешил свой вопрос. И правление дома, и все спивластники должны участвовать в этом процессе. Да, у нас есть мера такая, отключение от систем жизнеобеспечения дома, достаточно серьезная мера. Но для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо подготовить спивластника к той мысли, что если он вовремя не будет платить, это значит, что другие за него платят. То есть мы его кредитуем, он все-таки должен быть ответственным. На сегодняшний день законодавчему это не регулировано, и это есть проблема. Если бы на рівне закону это было прописано, как можно отключить борожника, боясь властность в доме, как можно ему нараховать пеню и так далее, так далее, это было бы набагато простейше. В моем лексиконе нет термина борьба с должниками, потому что есть просто систематическая работа по сбору платежей. И если ты прекращаешь эту систематическую работу, тогда, соответственно, возникают те, у кого возрастает период задолженности. Надо понимать, что причинами вот этих своевременных оплат эти причины бывают разные. И поэтому правление должно своевременно реагировать на факты неплатежей и анализировать, почему эти неплатежи произошли. Может быть, люди не платят, потому что не понимают, за что они должны платить. То есть они не информированы о решениях общего собрания. У людей могут быть временные финансовые сложности. В этом случае правление может предложить им, как выполнить часть работ в счет погашения их взноса на содержание совместного имущества. Это могут быть малообеспеченные граждане, которые не инициативны, и поэтому они в состоянии самостоятельно оформить себе социальную помощь. Значит, в этом случае по-человечески оказать помощь для того, чтобы люди могли воспользоваться своим правом на получение субсидии. Для всех повторяю, что при создании УСББ все социальные гарантии, которые гарантируют государство и для льготных категорий, и для малоимущих категорий в плане получения субсидий, все эти социальные гарантии сохраняются. Задача правления вовремя скоммуницировать с управлением социальной защиты и, соответственно, подавать расчеты и тоже ввести взаимоотношения. Если же конкретное управление социальной защиты в конкретном городе почему-то не выплачивает эти средства, значит, надо информировать об этом вышестоящие управления социальной защиты вплоть до Министерства финансовой и Министерства социальной защиты, чтобы разобраться с ситуацией. То есть от активности управления зависит финансовая стабильность деятельности УСББ.